А мы на Донбассе хотим только одного, чтобы скорее наступил мир, и чтобы мы рассказали людям правду о том, как мы боялись и молились во время бомбежа. Я знаю правду, спектакль не в своем привычном понимании. Здесь нет завязки, кульминации и развязки, так же, как и у жизни. А действующие лица – это люди с поломанными судьбами, говорящие через актеров. Мы были отрезаны своим государством, предан обездольным. Уже с апреля 2014-го бюджетникам не выплачивались зарплаты. А с июля Украина лишила пенсии наших садиков и посудистим на них. Каждая история, звучащая со сцены, описывает всего день, два, а то и всего несколько мгновений из восьми лет ужаса, в котором находились жители Донбасса. Артисты из Донецка показывают эту постановку пятый год, но по-прежнему выкладываются на максимум. А здесь, вдали от дома, на них влияет еще и осознание, что самые близкие и родные люди остались там. Мы все время на телефонах, мы все время переживаем и проживаем эту историю. Вот эти все истории, поверьте, от начала и до конца каждый раз мы сжигаем себя. Но публика принимает нас. Вот понимаете, здесь, когда нам говорят спасибо, а слово сказать «пожалуйста», не поворачивается язык. Второй снаряд прилетел в крышу соседнего дома. Даня упал, пораженный осколками, Даня упал на ступень к крыльцам. Прости, сынок, что он вперед туда. Свой одиннадцатый класс, я допускал без него. Люди, наверное, удивлялись, почему это на классном руководителе надета ленточка выпускник 2015. Но это была его ленка. В основу спектакля легла книга «Война в Донбассе. Народная летопись», в которой были собраны истории обычных людей. Документальная драма на протяжении часа показывает, через что им пришлось пройти. Я очень надеюсь, что сегодняшний спектакль построит еще один мостик. И будет еще одной ниточкой, которая связывает людей человеческими чувствами и переживаниями, эмоциями. Этот совместный опыт проживания, произведения искусства, спектакля поможет всем нам лучше понять друг друга. Спектакль не оставляет равнодушных зрителей. В зале слезы. Показы уже прошли в Москве, Казани, Набережных, Челнах. На очереди Саратов. Однако режиссер и актриса Алла Ульянова признается, что выступление на самарской сцене для нее особенное. Ведь она родилась здесь, в Куйбышеве, но уехала в пятилетнем возрасте. Здесь сидят мои родственники, которых мы не видели. Вот я не видела 50 с лишним лет. И сегодня я голосовала снова здесь за вхождение ДНР в состав России. То есть я вернулась даже домой, в свою родную Россию. Самарская область первая в России заключила соглашение о сотрудничестве с городом в ДНР. Между регионами и республикой сложились в том числе и тесные культурные связи. Самарские коллективы ездят с выступлениями в Снежное. В то же время к нам приезжают ребята из Донецка и Луганска, чтобы участвовать в культурных проектах. Андрей Фадеев, Роман Апарин, Новости губернии.